Становка типичная уже для комнаты молодого среднепоместного дворянина. Здесь вы сможете обнаружить и набор старинного оружия. Он расположился позади вас за стеклом. Здесь же курительные трубки, расшитые бисером на турецкий манер. Как раз в ту гору в моду входило все турецкое. А из мемориальных вещей, обратите, пожалуйста, внимание, в уголочке на верхней полочке умывальный прибор. В центре комнаты кресло. Кресло корыться. Некогда оно принадлежало Алексею Вульху. Возможно, и Пушкин также в нем не раз сиживал. И также ломберный столик. Известно, что в карты Пушкин играл самой хозяйкой этого дома. Вот что Просковья Александровна однажды записала в своем календаре. По листу Пушкин должен мне 1 рубль 45 копеек. Я ему 15 копеек. Еще он мне рубль 50 копеек. Я ему 15 копеек. И еще он мне рубль 50 копеек. Я ему 15 копеек. Из чего можем сделать вывод, что Просковья Александровна выигрывала поэта с завидным постоянством. Ну, а возвращаясь к хозяину этой комнаты, к Алексею Вульху, хотелось бы отметить, что в ту пору, в пору ссылки Пушкина, он был еще студентом Дербцкого университета, где обучался военному делу. Здесь вы можете увидеть грабину с изображением учебного заведения. После окончания учебы Алексей поступает на службу в гусарский принц Аранского полка. Как он сам признается своим родным, что выбрал этот полк исключительно за красоту мундира. Если можете увидеть портрет Алексея Вульфа, как раз таки в том самом красивом гусарском мундире. Ну, а здесь в Тригорском Пушкина и Вульфе встречались еще в пору студенчества Алексея, когда он приезжал сюда на каникулы. Он был умным, интересным собеседником и, кроме всего прочего, сюда, в глухую деревню, привозил с собой литературные и политические новости, которые, конечно же, становились предметами бесед молодых людей. И, возможно, их разговоры чем-то могут напомнить нам с вами беседы Онегина и Ленского. Межнили все рождало споры. И к размышлениям влекло племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь, свою череду, все подвергалось их суду. Неслучайно здесь в старинном книжном шкафу представлена книга, она в развернутом виде. Это серьезный философский трактат немецкого философа Фихте. Называется «Назначение человека». А в правом верхнем углу на страничке этой книги, если присмотреться, можно увидеть и владельческую подпись «Вульф». Конечно, молодых людей занимали здесь не просто споры и философские размышления. Пушкин называл «Вульфа братом по духу» и делился с ним очень многим, как в особо трудные дни ссылки своими планами побега из России, так и литературными планами. Конечно, мы понимаем, что ссыльному Пушкину здесь, в глухой деревне, могло не хватать именно литературного общения. А как только он узнал, что вместе с «Вульфом» в Диропте обучается молодой поэт Николай Языков, его портрет над столом с левой стороны, Пушкин тогда практически в каждом послании к «Вульфу» писал с просьбой привезти сюда Языкова. И летом 1826-го эта мечта Пушкина сбылась. Николай Языков гостил здесь почти месяц. И молодые люди частенько устраивали здесь тогда дружеские пирушки с ритуалом заваривания ромовой жженки. А ромовая жженка, по словам Пушкина, это был напиток благородный, слияние рома и вина без примеси воды негодной, открытой в наши времена. Ну а заваривала жженку обычно сестра Алексея Вульфа Евпракси. Ее комната следующая.